Что такое баланс? В любой игре на каждый айтем должно быть правильное соотношение цены, качества, редкости, чтобы предмет не мог называться бесполезным или же наоборот метовым. И вот то, чем занимается БСГ из вайпа вайп, это постоянно меняют этот баланс. Только вот в этом вайпе мне он совершенно не нравится. Если брать пример тоже оружие, то в большинстве случаев в принципе все тут логично. Хочешь МК-47, который сдувает врага? Пожалуйста, выполни кучу квестов, а после вывали котлету бабла. Даже вот ПП-патрон добавили, промежуточный, весьма неплохой. Хочешь пуловую М-ку? Заплати 1300. И только зная некоторые уловки, сможешь сэкономить. Отсылочка на видос. Однако, что творится с калибром 7,62х51? БПЗ-патрон это кусок дерьма. А М-80 открывается аж на четвертом миротворце. Я бы в принципе и не возникал, если бы не было калибра 7,62х54Р, где те же Т-46 либо ЛПС доступны на барахолке и пробивают вообще абсолютное большинство врагов, которых вы встретите. И я напомню о существовании СВТ, что также доступно к продаже. Я не говорю, что нужно урезать, давать все по талонам, да и вообще в хрон отобрать. Охерели уже в край. Нет, я говорю о другом. 51 калибр нужно сделать более доступным. А точнее, патроны на нем. На ВСС Вале я акцентироваться не буду. Все и так понимают, что вот эти вот перегревы точно не должны быть настолько ярыми. И ограничений в получении патронов от торговца после выполнения квеста и крафт их уменьшили. В общем, этого уже достаточно. Так что я официально заявляю, что считаю эти перегревы рудиментом прошлых патчей. Еще отдельно отмечу понятие пистолетов в этой игре. К сожалению, так повелось, что с ними играют либо топористы, либо те, кто идут по рофлу. Все из-за того, что в большинстве случаев целиться с них, если ты не статично стоишь, практически невыносимо. Точка прицеливания ужасно сильно плавает. И даже если ты стреляешь с мушки, ее все равно по инерции куда-то заносит. Может быть это реалистично, однако из-за этого люди не используют эту великолепную функцию быстрого выхватывания пистолета. Да и вообще, за ту цену, что стоят пистолеты, очень часто будет выгоднее собрать какую-то вторую бомжепушку, что будет даже эффективней. Кратко напомню про бусте, где есть регионы для фарма, куча контента, а также невысокие цены. Уже во второй части ролика я хочу обсудить броню. Тарков это место, где тебя могут сваншотить в ноги, сдуть меньше, чем за секунду. Но в этом же мире существует Жук 6А, 6 класса керамический, который я видел последний раз при вайпе назад. У него какие-то магические свойства, Авадокедабру кастует. Ты же так же умрешь, хоть с ним, хоть без него, за 0 секунд. Алтыны, Рысте, я напомню, что забрало у них бьется, ты в них дышишь. И та же бумпалка на СВТ за 50 тысяч точно так же вас сваншотит. Тогда почему я их не могу ни выменять, ни купить, и даже на Решаловских видел всего там один раз за вайп. И это при том, что существует маска Тагилы, которая не бьется и всегда доступна с Тагилы. Вот в случае забрало ША, я все понимаю. Меняется тысяч за 300 и правда может защитить. То есть ты платишь деньги и понимаешь за что. А тут ни найти, ни купить, по сути просто отсутствующий кусок игры. Также не обойду стороной такие шлемы, как Кайман, который зачем-то еще и занерфили. Эрфрейм, ФастМТ. Кайман вообще не купить. А остальное стоит безумных денег. Но ради чего? Даже 545 калаш на дефолтных патронах спокойно прошивает это забрало, щечки. А той же дроби даже Шатрат может защитить. Так за что 200к плотчина? Работа над балансом в игре явно ведется, и это заметно. Добавление новых патронов является тому подтверждением. И я рад, что пускай и небольшими шажками мы идем к хорошей сбалансированной игре. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!